Воздушно-космические силы России получили новый комплект зенитной ракетной системы С-400. Триумф прикроет небо столицы Центрального промышленного района от всех потенциально опасных летательных аппаратов. Подмосковье на место дислокации комплекс прибыл из Астраханской области. Там на полигоне Капустин-Яр установку проверили специалисты. В ходе опытно-боевых стрельб система поразила более 10 мишеней, которые имитировали различные воздушные цели. Проверка прошла в условиях максимально приближенных к боевым. С-400 еще раз подтвердил репутацию самого лучшего комплекса ПВО в мире. О работе этой уникальной системы расскажет Антон Толмачев. Место их дислокации засекречено. Численность комплексов, несущих дежурство в Подмосковье, военные тоже не называют. Но говорят, что даже один С-400 видит все, что происходит в небе над Московской областью и даже за ее пределами. На расстоянии до 400 километров не скроются дроны, не пролетят ни гражданские, ни военные самолеты. А радар раннего обнаружения может увидеть крылатую ракету на расстоянии в 600 километров. Самый дальний объект летит на расстояние 282 километра. Ну и соответственно там пару километров ты тоже видишь, да? Да, да, да. С точностью до десятых метров. С-400 приняты на вооружение в 2007-м. И хотя их предшественники, комплексы С-300 «Фаворит», до сих пор не имеют аналогов в мире и со своими задачами отлично справляются, С-400 вдвое превосходит их по всем показателям. Слабых мест нет, комплекс очень мобильный, человеческий фактор. Здесь человеческая ошибка сведена к минимуму, что именно здесь связана его приоритет, это именно его автоматизация. То есть большинство операций считают компьютеры, выполняют эти операции. То есть человек просто участвует в руководстве. В НАТО С-400 называют «гроулер» дословно «ворчун» или «брюзга». Во время работы С-400 действительно издает громкие звуки. Но услышать их вживую потенциальному противнику вряд ли удастся. На всех испытаниях С-400 уничтожает 100% целей. А еще есть режим стрельбы по наземным объектам. После получения готовности номер один в течение пяти минут на стационарной позиции мы можем вести противовоздушный бой с любым видом противника. Концерн «Алмаз-Антей» постоянно увеличивает темпы производства С-400, но количество поставленных на вооружение комплексов тоже не рассекречивает. Точно известно, что С-400, кроме Подмосковья, есть на Тихоокеанском флоте, на Балтике и в Южном военном округе. Недавно комплексы заступили на дежурство на северо-западе страны. В начале декабря С-400 развернули и на архипелаге «Новая земля». Российскую авиацию в сирийской Латакии земли также прикрывает система С-400. С-400 может включать до 12 пусковых установок, одновременно вести 150 целей, работать с разными типами ракет и в любых погодных условиях. Разработчикам даже не нужно было сильно напрягать фантазию. Комплекс назвали просто «Триумф». Антон Толмачев, Александр Пушин, Филипп Дубровский, Андрей Ражев. Вести. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...